Друзья, всем привет! С вами канал Пиво делаю сам и я его ведущий Равен Арматурович Бетонский. Сегодня у нас 27 октября 2023 года. Сегодня мы готовим пиво номер 38. Сегодня будет убойный рецепт пива. Ребята, посмотрите, что у нас тут есть. Можжевеловая ягода и ферментированный ржаной солод, и дикий хмель, и сахар рженый мы будем делать. Цедра грейпфрукта, гвоздика, сухари, дурацкий будильник, френч-пресс и вода. Но для начала мы ставим нашу кастрюлю и заливаем 6 литров воды. Ну а по рецепту я вас потом познакомлю. Кто еще не подписался на канал Пиво делаю сам, ребятки, подписывайтесь. Ну а мы вливаем воду и ставим на газ кастрюлю. Итак, вода у нас налита. Включаем газ. Время московское 23.06. Берем нашу крышечку и ждем, пока вода закипит. Друзья, ну время у нас московское. 23.46. Отлучился я на чуть-чуть сходил собачке со своей погулять. Напомню, что сегодня мы готовим пиво номер 38. Значит, лютый рецепт, видите, да, банка. Будем сжечь сахар, пассатижи. Будем давить можжевеловую ягоду. Вот тут можжевеловая ягода, будем ее давить. Цедра, корки грейпфрукта. Тут же гвоздика. Значит, ферментированный ржаной солод. 50 грамм такого количества никогда я еще не использовал. Будем использовать. Значит, кастрюля наша закипела, чайник закипел. Все, я это отключил. Потому что, ребятки, еще ничего у меня не готово. То есть нам надо затирочный мешочек. Затирочный мешочек. Значит, это взвесит сухариков. Аж целых 450 грамм. Как у нас обычно идет. Также вот у нас завакуумированный дикий хмель. Который вскормлен лосинными гранулами. То есть лосинным навозом. Здесь 30 грамм. Нам надо 15 грамм. 5 грамм мы кладем в затирочный мешочек к сухарикам. А 10 грамм запариваем в френч-прессе кипятком. Итак, давайте по рецепту продвижимся. Чтобы вам было все понятно. Напомню, исходная вода у нас 6 литров. Значит, плюс 600 миллилитров. Это мы запариваем в френч-прессе дикий хмель. Будем использовать сегодня 100 грамм жженого сахара. Это для цвета. Сухарики, значит, круглый хлеб 450 грамм. Сахарный песок 550 грамм будет использоваться. Солод ферментированный, как я уже говорил, 50 грамм. Дальше цедра грейпфрукта 8 грамм. Тут же у меня, значит, можжевеловая ягода 8 грамм. Мы ее раздаем пассатижами, чтобы питательные ароматические свойства все были в будущем пивном сусле. И гвоздика 6 штучек таких штучек, похожих на маленькие грибочки для аромата. Так, дрожжи у нас будут использоваться в этот раз побольше. Не 4 грамма, 5 грамм. С-33, 3,5 грамма. И Т-58, 1,5 грамма. Также положим ложку столовую меда. Но это уже потом, когда будем готовить пиво на прожение. Итак, давайте начнем с того, что сейчас я взвешу 450 грамм сухарей. Приступаем. Итак, сухарики мы взвесили. С учетом мешочка 460 грамм чистый вес. Видите, да? 461 даже. Вот. Сейчас завяжем его. Так, теперь мы взвесим 10 грамм хмеля дикого для френч-пресса. Ровно 10 грамм хмеля для френч-пресса. Сейчас мы его френч-пресс переложим. 10 грамм дикого хмеля у нас в френч-прессе. И сейчас мы еще взвесим 5 грамм. Это нам для горечи. Сейчас в кастрюле будем погащать. Вот, уважаемые дамы и господа, 5 грамм хмеля. Значит, здесь у нас то 5, то 6. Ну, 5 грамм хмеля. Это на горечь пойдет в кастрюлю. Сейчас мы сюда добавим также цедру грейпфрукта. И здесь гвоздика есть. Так, цедра грейпфрукта 8 грамм и 5 вот таких вот гвоздичин. Это все для аромата. Сейчас мы добавим сюда же можжевеловую ягоду. Каждую ягодку я раздавлю при помощи пассати. И вот, сейчас мы раздаем и все положим. Итак, можжевеловую ягоду я всю раздавил. Теперь давайте запарим хмель. Для этого мы повторно включим чайничек. Не будем ждать, когда он закипит. Но кастрюльку тоже можно включить. Ждем. Время у нас московское. 0 часов 5 минут. Ну, а я пока насыплю сахар в эту баночку. Сахар в баночке. Вот есть еще такая палочка. Это чтобы помешивать, когда сахар будет плавиться. Ну, а мы ждем, когда наш чайничек закипит. Чайник закипел. Можно запаривать хмель. Выключаем. Снимаем свистунку. Берем наш чайник. И запариваем хмель. Льем чуть выше синенькой метки. Видите, да? Синенькую метку. Льем чуть выше. О, смотрите, как раскрылся хмель. Просто супер. Да, кстати, у нас что в кастрюле происходит. Все замечательно. Вода вот-вот закипит. Кстати, можно уже заняться тем, что, так сказать, растопить сахар. Но мы пока накроем френч пресс поршеньком. Вот, ребят, посмотрите уровень. Видите, метка. И завтра утром посмотрим. Где-то сантиметр выше. До метки. Все вот так мы хмель запарили. Можно чуть-чуть жимкнуть разок. И вот так вот оставить, чтобы он запаривался до утра. До следующего дня. Так, ну а мы займемся тем, что будем сейчас закрашивать нашу воду. для этого мы включим газ. Возьмем наш сахар и будем его топить. Топить его будем, ребятки. Сейчас я покажу, как мы будем закрашивать наш сахар. Вода у нас закипела. Чудесно. Да, кстати, можно уже в кипящую воду загрузить наши, так сказать, составляющие будущего пива. Вот. Чудесно. Аромат пошел. Просто супер. Компот. Ребятки, напомню, пиво у нас номер 38. Так, чем-то надо еще помешать. Ага, помешаем, да. Есть чем помешать. Вот такая вот ложечка. Самое главное, чтобы сахар не разлился. Вот, ребятки, смотрите, что происходит у нас с сахаром. Видите, сахар начинает потихоньку растапливаться. Это надо, чтобы цвет был у пива более темный. Видите? Сейчас у нас все получается. Надеюсь, я не пролью это себе на что-нибудь. Хотя тут вон все кипит. Реально все кипит. посмотрим, что получится. Люблю эксперимент. Здесь у нас вот такой цвет. это палочка от суши, кстати. Вот так вот плавится. Потихоньку, потихоньку плавится. не разлить, не разлить эту елду. Это будет весело. Не столько покрасишь, сколько уделаешь плиту. Ждем, ждем, пока это все расплавится. Сухари в самый последний момент загрузим по одной простой причине, потому что чтобы мешок не испачкать вот этим сахаром жженым. Сейчас, ребят, надо двумя руками. Вот так не очень удобно. И крышечкой сейчас накроем еще. Здесь крышка. газ поменьше сделаем. Здесь надо помешать как следует. Сейчас пока прервемся чуть-чуть. Друзья, ну вот кому интересно, вот так вот плавится сахар. Постепенно окрашивается вот в такой цвет. Это надо будет потом все расплавить как следует и перелить в кастрюлю нашу. Видите, чем Ролен Арматур занимается. Напомню, что вот в этой банке мы плавим 100 грамм сахарного песка. Это для цвета будущего пила. Сейчас он должен расплавить, чтобы быть совсем жидким, чтобы можно его было легко влить в кастрюлю. Давайте посмотрим, что в кастрюле у нас. Вот. Все у нас как следует запаривается. Сахар мы помешаем. теперь он стал более жиденький. Сейчас еще побольше расплавится, и мы его зальем в кастрюльку. Сейчас пенка начнет появляться, и можно сразу залить. Видите, вот здесь все кипит у нас будущее пиво. Худгарден получается, можно так сказать. Нет, это, конечно, лютый рецепт, еще мед добавлю, но мед завтра добавлю. Все, с сахаром мы разобрались. Видите, у нас закипел уже реально. Сейчас можно его будет вливать. Ребятки, сахар можно будет вливать по вышку нашу. берем наш сахар сахарович и вливаем. Ох, ты, бляхо-мухо. Чтобы на стене это не разлетелось. вот такая вот химия. Ребятки, вот такая вот химия. Сжженым сахаром мы закрашиваем. Все вроде вылил. Да, все вылил. Реально. Пока сюда положим. Газ можно выключить. Да, газ можно выключить. Вот такой цвет, ребята, получается. хмель у нас отдельно. Вот так вот кстати аромат такой знаете чем-то напоминает лимонад Байкал отдаленно. Ну все вот мы его закрасили и опять же это еще не все ребят сейчас мы будем закрашивать его ржаным ферментированным солодом вот у нас ржаной ферментированный солод сейчас мы раскроем этот пакетик так что там у нас у нас все хорошо пакетик мы вскрыли можно высыпать только вначале мы сделаем значит закрут закрут мы сделаем вот вот такой вот закрут по часовой стрелке и можно солод всыпать напомню здесь 50 грамм ржаного ферментированного солода опять же повлияет на вкус и на цвет цвет сразу становится насыщенный темный такой запах вообще супер просто супер ребятки все вот такое темное пиво будет и теперь мы его варим в течение 15 минут но прежде всего обратите внимание как уровень хмеля упал френч прессе время у нас московское 0 часов 20 минут и мы закидываем наши сухари наши сухари напомню здесь 450 грамм все ооо теперь я вижу что действительно насыщенный темный цвет пиво будет пиво реально лютое будет пропитываем наши сухарики как следует чтобы они все вот такой вот рецепт пива в этот раз накрываем крышкой все и варим в течение 15 минут ребят в течение 15 минут вот у нас тут было сколько 0 часов 20 минут значит в 35 минут выключаем а я пока френч пресс закутаю вот так у нас протекает процесс варки будущего пива такое вот оно темное видите да в мешочке наши сухарики в количестве веса 450 грамм ребятки давайте еще про рецепт расскажу кому интересно кому интересно ребят вода основная в кастрюле 6 литров в френч прессе у нас запарен хмель 10 грамм 600 миллилитров воды значит сухарики ржаные вот то что в мешочке вы видите 450 грамм значит сахар который мы с вами растопили на плите 100 грамм жженого сахара 100 грамм сюда влита цедра ребятки цедра грейпфрукта сушеная 8 грамм можжевеловая ягода раздавленная пассатижами 8 грамм и также здесь 5 зонтиков гвоздики тоже все для аромата и 5 грамм дикого хмеля тоже здесь плавает вот наш хмель видите дикий все замечательно кипятим ребята в течение 15 минут чтобы чтобы все питательные и ароматические свойства из этих составляющих оказались в будущем пиве то есть вот в таком вот сусли запах идет очень приятный необычный и хлеб и можжевеловая ягода все это здесь дополняет друг другу вот она можжевеловая ягодка видите чудесно еще пять минут нам надо прокипятить наше сусло ждем ждем напомню пиво номер 38 хмель у нас видите закутанный это сахар 550 грамм будем использовать это на завтрашний день ребят еще раз кто до сих пор не подписались на канал пиво делаю сам ребятки подписывайтесь с равеном не соскучите завтра у нас будет 28 с утра октября 2023 года и завтра мы еще добавим в наше будущее пиво ложку столовую меда помимо вот этого сахара 550 грамм ну естественно померяем начальную плотность сколько начальная плотность у нас у нашего будущего пива будет ждем ребятки ждем друзья итак время у нас московское 0 часов 35 минут все 15 минут мы прокипятили наше будущее пиво вот все замечательно все просто чудесно что мы делаем дальше ребятки дальше мы вот так вот смотрим что здесь вообще происходит все замечательно цвет я очень доволен что получается именно такой такой я и хотел темный темное пиво сделать чтобы оно было достаточно мощное и по вкусу и по алкоголю все ребят выключаем газ крышкой мы накрываем накрываем нашей крышкой и кастрюлю сейчас мы сдвинем к стенке друзья кастрюлю сдвинули сейчас мы ее накроем полотенцем накрыли полотенцем и все ждем утро следующего дня всех попрошу кто еще до сих пор не поставили лайкосик ребята поставьте лайкосик за мои труды напишите ваши комментарии кто не подписан подписывайтесь ну а мы ждем утро следующего дня ребятки одним щелчком и будет утро друзья всем привет утро следующего дня сегодня у нас 28 октября 2023 года и мы сегодня продолжаем приготовление пива номер 38 время у нас московское 9 часов 34 минуты и все в принципе готово для приготовления нашего пива номер 38 будильничек ставим сюда будильничек необходим для того чтобы у зрителя было четкое понимание сколько надо своего личного времени потратить для приготовления домашнего пива но в частности сегодня мы будем наблюдать сколько я потрачу своего личного времени потому что мне надо побыстрее все это сделать я сегодня собрался на барахолку на удельный рынок поэтому лучше с утра туда попасть ребят смотрите вот вчера я запаривал хмель вы помните да то что сантиметр примерно был у нас выше метки вот столько испаряется у нас жидкости вот хмель вот так вот запарился дикий видите какой красивый здесь у нас 600 миллилитров ну выкинем вот значит жмых вот этих шишек и будет наверное 0,5 литра я так думаю ну давайте конечно же заглянем посмотрим что у нас происходит в самой кастрюле значит я сегодня приготовил вот такую вот вот такое вот ситочка да это потому что много будет всякого значит жмыха бруха в этой кастрюле потому что вы помните я и значит ягоды можжевеловые закидывал и цедру грейпфрукта и хмель вот так вот выглядит будущее пиво видите да какой прекрасный цвет и также использовал солод какой солод ржаной ферментированный хотел сказать ячменный так значит канистрочка у нас вымота с помощью воды и хозяйственного мыла также здесь я приготовил чтобы запустить дрожжи чашку и тут три ложки сахара у нас напомню пиво будет достаточно плотным также вот ложку я приготовил меда мы еще зафигачим столовую ложку чтобы уже винегрет так винегрет был здесь у нас рефрактометр с помощью которого мы померяем начальную плотность также у нас гидрозатвор он же водка затвор дрожжики 5 грамм дрожжей здесь два разных штампа значит один у нас дрожжи с 33 3,5 грамма и второй дрожжи тоже пивные т58 полтора грамма но касаемо дрожжей здесь все очень просто с 33 у меня закончились всего три с половиной грамма а т58 я просто дополнил вот такой вот ребята рецепт он прям на ходу пишите ваши комментарии задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь на канал пиво делаю сам ну а мы начинаем с чего мы начнем ребят начнем мы с элементарного сейчас мы в эту бродильную емкость всыпем сахар 550 грамм приступаем сахара нет сахар 550 грамм у нас в бродильной емкости берем наш запаренный хмель и вливаем в бродильную емкость теперь привинчиваем крышку и все как следует перемешиваем вот так у нас в неперемешанном состоянии выглядит сахарный песок и запаренный хмель а вот так выглядит в перемешанном состоянии но надо будет еще перемешать сюда же мы добавим ложку меда только вот как бы не так легко будет этот мед туда внести в эту бродильную емкость но сейчас я возьму еще чайную ложку чайной ложкой все это дело со скребух с этой столовой ложки столовая ложка меда ребятки сейчас выключу итак уважаемые дамы и господа мед у нас тоже находится уже в бродильной емкости я перемешал и теперь что мы делаем мы достаем мешочек с сухариками и заливаем наше хлебное сусло в основную бродильную емкость предварительно фильтруем друзья ну вот мешочек мы достали где у нас вчера были сухари вот так вот уровень сразу упал видите вот вот этого второго кольца у нас до первого можно так сказать вот мешочек вынули это потери по пиву итак теперь мы вливаем наше хлебное сусло соединяем с хмелем с сахаром и медом в бродильной емкости друзья ну все у нас сейчас в бродильной емкости теперь привинтим крышку и как следует это все встряхнем а вот кому интересно вот такой вот брух остался на дне кастрюли подписывайтесь кто еще не подписались на канал пиво делаю сам ну и мне за труды можно поставить лайкосик ребят если не трудно вам не сложно мне приятно ну а мы трясем нашу канистру друзья очередной раз встряхнул я бродильную емкость кстати будущего пива не так много и также будет достаточно большой осадок встряхнул это делается еще для того чтобы значит пивное сусло насытилось кислородом и дрожжи быстрее начали процесс сбраживания пива так что мы сейчас будем с вами делать давайте наверное для тех кому интересно да кстати для тех кому интересно время видите как идет время у нас 10 без 5 10 утра по рецепту давайте я вам расскажу если все-таки кому-то это будет полезным и так значит жженый сахар я вчера использовал также значит 10 грамм это для цвета было сделано вода основная 6 литров френч прессе 600 миллилитров дальше сухарики круглый хлеб 450 грамм это базовое значит базовый вес сухарей обычно я использую именно такой вес 450 грамм круглый хлеб сухарики сахарный песок основной 550 грамм солод ферментированный ржаной 50 грамм и цедра грейпфрукта шкуры 8 грамм сушеная можжевеловая ягода 8 грамм гвоздика значит 6 таких зонтиков хмель дикий общий вес 15 грамм значит 10 грамм мы запаривали френч прессе и 5 грамм мы значит варили в общей так сказать кастрюли так дрожжи у нас как я уже говорил два штампа это с 33 пивные дрожжи 3,5 грамма и т58 полтора грамма но вот так и соответственно мед одна столовая ложка ребята вот так все это получается вот наши дрожжики сейчас мы будем делать следующее следующее заключается в чем в том то что вот в эту чашечку вот видите там еще на ложке остался мед этой чайной ложкой я соскабливал мед с большой столовой ложки вроде как получилось значит сейчас мы нальем сюда сусло внесем дрожжи и все как следует перемешаем чтобы у нас дрожжики запустились в чашки а потом уже значит с чашки мы вольем в основную бродильную емкость но и соответственно ребятки сейчас мы померяем начальную плотность мне самому это очень интересно начальную плотность нашего будущего темного пива вот с таким вот залихватским так сказать рецептом ребят здесь у меня водка водка талка водка хаска это будет использоваться для гидрозатвора воду я сюда не лью никогда лью водку так еще раз кто не подписался ребятки подписывайтесь кто не поставил лайки ставьте лайки от вас не убудет а каналу все-таки какая-то помощь итак ребятки время московское 10 часов утра друзья померил я с помощью рефрактометра начальную плотность нашего будущего пива и она составила знаете сколько она составила она составила 15 процентов ребят это хороший результат это можно даже смело назвать будущее пиво мартовским ну что мы теперь вносим дрожжики давайте вносить дрожжики итак дрожжи мы внесли теперь мы как следует перемешаем друзья дрожжи мы размешали как следует ждем когда они заведутся обратите внимание время у нас московское 10 часов утра и 8 минут ждем ребята ждем как запустятся дрожжики сразу мы вливаем в нашу бродильную емкость болтаем и убираем под гидрозатвор кто еще не подписался подписывайтесь кто еще не поставил лайки ставьте лайки пишите ваши комментарии ждем мои хорошие друзья ну дрожжики у нас заработали напомню что сегодня мы приготовляем пиво номер 38 сегодня у нас 28 октября 2023 года и время московское 10 часов ребятки 19 минут дрожжи запустились вот вы видите какая прекрасная шапочка сейчас значит вот эту кружечку мы вливаем в основную бродильную емкость и болтаем ставим все это дело под водкозатвор вперед друзья все бродильная емкость на своем месте на заднем плане у нас зреет пиво номер 37 то есть карбонизируется в течение трех суток на переднем плане темное пиво номер 38 напомню сегодня у нас 28 октября 2023 года и мы делаем темное пиво начальная плотность которого 15 процентов ребят можно назвать его мартовским время у нас московское 10 часов утра и 25 минут батарею я открыл чтобы чтобы как можно максимально быстро раскочегарить наши дружики все ждем а теперь мы с вами наверное встретимся только когда произойдет процесс так сказать возобновления брожения на нашей бродильной емкости подписывайтесь кто еще не подписались обязательно Равену Арматуревичу за труды ребятки поставьте мне лайкос все ждем когда запустится наше пиво темное номер 38 друзья ну вот сегодня у нас 29 октября 2023 года и процесс сбраживания у нас успешно запустился гидрозатвор работает обратите внимание какая юбка образовалась в момент так сказать запускания процесса сбраживания вот такая вот юбка на пиве сверху образовалась так что все замечательно пиво запустилось вчера мне некогда было снимать как и во сколько произошел процесс запускания сбраживания то есть первые так сказать позывы гидрозатвора пошли но вот сегодня второй день у нас и все работает все теперь будем выбраживать в течение недели может чуть больше на день может чуть меньше и потом уже у нас будет розлив по бутылочкам подписывайтесь ребята кто еще не подписались на канал пиво делаю сам поставьте лайкосик за труды вам не трудно мне приятно пишите ваши комментарии все до встречи во второй части когда будем пиво разливать по бутылочкам всем всего самого хорошего то можно повесить подниматься в течение Продолжение следует...